Эти операции, которые классно исполняет украинское военное руководство или спецслужбы, это доказывает то, что и без атакам, то есть волноваться западным партнерам, что Украина может достать до Крыма или до российских границ, российской территории, уже незачем. Потому что и без Таурусов, и без Торр Шэдоу, и без Атакамс это возможно. Так что не давать сейчас Украине Атакамс и Таурус, и для того, чтобы вынимать тылы врага, это уже бессмысленно. Особенно, что Запад понял, что нельзя, если они хотят результата на поле боя, тогда уж будьте добры обеспечить всем необходимым. Они бы так, в такой войне не сражались бы. И надо это понимать. Вы имеете интенсивность, когда вспоминают Масул, когда там интенсивно все... Естественно, они бы полностью использовали авиацию, они бы использовали Атакамс и все, что надо, понимаете. И причем не в такой войне они это использовали. Они использовали в войнах в кратном меньшее, чем в такой войне. И я думаю, что и то, что украинское военное руководство... Вот вы помните разговоры, что якобы... Ну я не полностью уверен, что все западные военные генералы или все западные союзники думают, что надо было бросать Украине все, что есть на поле боя. Вы помните разговоры, когда якобы западные союзники говорили, что не надо воевать так, якобы надо воевать большими силами и так далее. Но украинское военное руководство, по-моему, то есть генерал Залужный оказался более дальновидным. И за это его надо действительно похвалить. И он смог объяснить и доказать западным союзникам, что вот вы бы так в этой войне... Даже вы бы не смогли выиграть без Атакамсов и F-16 в такой... в войне такой интенсивности. И вот после того, как Украина показала, что как надо воевать в такой войне, что надо делать, да, и я думаю, что западные союзники все-таки поняли, что без F-16, то есть Залужный много раз говорил с генералом Милли, они встретились, по-моему, на границе с Польшей. Я думаю, что все-таки он смог доказать и убедить, что вот вы бы так не сделали, да. Если мы без этого делаем столько, то с этим сможем сделать намного больше, да. А на самом деле, чтобы не говорили про то, что якобы США не хотят, чтобы Украина имела большие успехи на поле боя с СКХ, США хотят, не знаю, ограничить чем-то и так далее. Нет, на самом деле сейчас у нас очень большие, такие сложные времена настают, связанные с превыборной кампанией. И на самом деле Байдену нужны результаты. И я думаю, именно связанность с тем, что Байдену нужны результаты, Байден вынужден также давать атаковцы, потому что вот скоро ему придется отчитываться.